Когда-то нашёл тело Иви Рутс. Давно это было? Нашёл. Три дня до этого, когда выходил в утро. Здесь, на лугу, где я живу. Да, разговор обещает быть тяжёлым. Здарова, народ! Вы на канале Ювплей, и сегодня мы будем уже продолжать проходить... ...первую честь полной версии Пайнфорда. С ним у меня случился небольшой кек-лол. Разработчики сами нашли моё прохождение на ютубе и написали в комментариях, что отправили ключ на почту. Но прикол был в том, что они писали тогда с аккаунта, который был подписан не как Пайнфорд, а по-другому. Я посмотрел, что на почту мне ничего не пришло, но я думаю, да мало ли кто там что написал. Типа, не совсем понятно. И вот сегодня пишу им уже, мол, типа, а можно ключ? И так чисто... Догадываюсь, что могло произойти. Заглядываю в спам, смотрю, да, но реально письмо пришло в спам. Ключ у меня уже был ещё... ...до недели... ...две с половиной или три назад пришло Мэла на Мэла в спам. Эээ, да, бывает такое. Может быть, связано это с тем, что они писали с почты Яндекса Яхаза. Ну, в общем-то, всё хорошо. Ну, если вы хотите, чтобы видео продолжали выходить, подпишитесь на канал и погнали. Тогда отправляемся в Обскуру. Жуки. Обскура. Окей. Должен вас предупредить. У Хора со временами проявляется его скверный характер. Потому будьте терпеливы. Мы прибыли к дверём Обскуры. Добрый день, Хорос. Ммм. Мы к вам по делу, Иви. А это инспектор из столицы, о котором я говорил. Как я понял, вы уже встречались. Ага. Гарри указал на меня рукой. Спустя несколько секунд Хорос надменно окинул меня взглядом, выдал томное. Входите. Вы уже провели вскрытие тела, Иви Роц? Иви Роц. Нет. Вот он просил меня сначала дождаться вас. Хорошо. Тогда приступайте сегодня. Хорос снова подтверждающе промычал. Я бы хотел поговорить с Мортом, чтобы узнать... Отец, Руцца снова покоя не даёт! Снова Руцца? А, ну голос немного не тот. Из соседней комнаты вылетел молодой человек лет двадцати пяти. Ебать дан-то, здорово. О, эти господа детектива! Инспектор Гейтс? Это мой сын, Хризалет! К вашим услугам! Хризалет пожал мою руку. Что ж, если у вас никаких вопросов ко мне нет, я оставлю вас, господа. Пока что никаких. Хризалет украдкой посмотрел на отца. Люди нуждаются в моей помощи, потому, если позволите... Да, конечно. Только сейчас я понял, что перегородил ему проход к выходу. А как он входил? Удачи! И вам. Тот могильщик, о котором мы говорили... Морт! Да. Не беспокойтесь, инспектор, я вас отведу к нему. Хорошо. Кстати говоря, господин Гейтс, Грейс, я бы хотел ещё кое о чём спросить вас. Вчера у вас был горячий спор с кем-то здесь в обскуре. Я бы хотел узнать. Вы подслушивали? Нет, что вы. Просто ваши крики были слышны за дверью, когда я привёл к вам Эмили. Это не относится к делу! Если было бы иначе, я бы вам сообщил! И последнее, господин Грейс. Когда ваш сын вошёл в комнату, он предположил, что к вам снова пришли Рутса. И? Изначально этот вопрос мне казался важным, но теперь я принципиально хочу узнать на него ответ. Из Хороса и так информация достаётся с трудом. Кто к вам приходил? Вы в каждом событии видите что-то подозрительное. Если мы глотнём воздухо лишний раз без вашего ведома, тоже будете напрашивать? Послушайте, Хорос. Я буду спрашивать то, что требует от меня обстоятельства дела. И если мне надо, вы отвечаете. Так что будьте добрым, оставьте своё недовольство. Я не провожу светские беседы, а работаю. Будто есть от этого толк. Так кто? Анна Рутс хотела увидеть тело своей дочери. Но я её не пустил. И почему? Потому что могу. Рутсы воображают, что они всем тут правят. Но Пайнфорд стоит на плечах трёх семейств. Трёх, а не одного. Хорос сделал акцент на слове трёх. Словно я не понял с первого раза. Мало ли, тупой детектив. И когда чёрт её побрал, Анна Рутс вбегает ко мне с приказаниями, то она с такой же стремительностью отсюда и вылетает. Речь ведь идёт о её дочери, Грейс. Будьте живы человеком. Мне какое до этого дело? Хорос, конечно, проявил всю свою бессердечность. Я вот не понимаю, а чё вот это за фигня? Индикатор чего это? Блять, я не хочу. Его гордость уязвляет просьба несчастной женщины. И даже не просьба, а чуть ли не мольба о помощи. Он ведь сам отец двоих сыновей. Как он этого не может понять? Вероятно. Вероятно, мой приказ смог бы изменить положение. Сейчас Хорос подчиняется мне. Потому он будет вынужден сделать так, как я скажу. Но вот только. Мне ещё работать с ним. Вдруг это отразится на ходе расследования. Он может утаить важные улики при вскрытии, которая вот-вот начнёт. Судя по его манере общения, ему нет дела до смерти Иви. Если он вообще способен хоть к какому-то проявлению эмпатии. Стоит ли мне вступиться за Анну Руц? Да не, улики нам пока важнее. Рано или поздно ситуация разрешится без моего ведома. Они ведь будут хоронить Иви. Тогда Анна и увидит дочь. Вот и порешали. А мои премии с Хоросом сейчас могут привлечь... Повлечь последствия. Малое зло, большее зло. Это верное решение. Мне пора работать. Сколько вам потребуется на вскрытие? Приходите завтра! Хорошо. Что ж, нам недалеко. Ступайте за мной. Видите? Пройдясь десяток домов, мы с Гарри вошли в тенистую рощу. Да, вот, кстати, что меня заинтересовало... Это я очень сильно... Да не, не очень сильно скрутил фон. Почему там обычно так тихо? Пройдясь десяток домов, мы с Гарри вошли в тенистую рощу. Здесь, прямо на границе между городом и лесом, расположилось небольшое кладбище. Ну, собственно, народа-то живет немного, вот и... Умирают не очень сильно. В свете дневных лучей, прорывающихся через кроны кленов, это место оказалось умиротворенным. Были слышны лишь шелест листьев и далекий птичий гвалт. В этом месте вы нашли тело. Да, около той могильной плиты. Которой из них? Гарри указал рукой на внушительного размера надгробия. Могила была на удивление в ухоженном состоянии. На плите окрасовалась выцарапанная надпись. Трой Эшланд 7450 год 7463 13 лет только прожал. Печалька. Кто это? Раньше, помимо Руцов, Грейсов и Абрайанов, в Пайнфорде провела еще одна семья. Эшланда? Да. Из их семьи кто-то сейчас проживает в Пайнфорде? Почему вы спрашиваете? Просто интересуюсь. Как я знаю, из их предков никого в живых не осталось. Где-то с полвека назад в Пайнфорде случился большой пожар. Огонь унес их всех с собой. Все члены семьи, их слуги, даже маленькие дети тогда были в особняке. Отец рассказывал, что их крики разносились по всему кварталу. А почему они не повыбирались из особняка-то? Дурное, что ли? Звучит жутко. Да. То место и по сей день люди обходят стороной. Словно в воздухе до сих пор витает смрад выжженной плотью. Это был жуткий день. Сам я тогда не родился, но отец говорил, что жителей долго не отпускало чувство страха. Многие потеряли своих друзей и близких в том пожаре. Со временем все, конечно, вернулось на круги своя. Но должен признать, когда я прохожу мимо... Костяного дома, по моей спине пробегает холодок. Костяной дом? Да, так называется фамильный особняк семьи Эшландов. Это в восточной части города, в синем квартале. Я еще раз взглянул на место, где три дня назад лежало мертвое тело. Была ли убита Иви Руц прямо здесь? Как я помню, убийца сделал один точный удар, вероятно, в сердце. Он не перерезал ей горло и не задушил ее. Смерть должна была наступить быстро и безболезненно. Но как тело оказалось именно здесь? Возможно ли, что его принес сюда кто-то другой? Стоит поговорить с Мортом. Видите меня к могильщику? Ого, какая большая охота. Пройдя немного вглубь леса, я увидел скромных размеров хижину. Около стены стоял мужик и каменно уставившийся в землю полол ржавой мотыгой траву. Ну ладно. Это вы, Морд. Мужик оторвал глаза от земли и вылупился на меня. Его маленькие крысиные глазки словно готовы были наполниться слезами. Мне действительно показалось, что он сейчас заплачет. Не бойся, Морд, это мой друг. Представься. Прошептал он мне на ухо. Меня зовут Дэвид Гейтс. Вы наверняка слышали обо мне, Морд. Не слышал. Я здесь, чтобы расследовать дело Иви Руц. Иви Руц. Его голос, лица и руки одновременно отвращали и в то же время вызывали жалость. Его пристальный, но в то же время бессмысленный взгляд нагоняло легкое ощущение жути. Я знал, конечно, как выглядит, выглядят незрячие, но на слепого он не был похож. Так и оказалось, его глаза смотрели сквозь меня, проницая наши сгарит уши насквозь. А взгляд, как и грязные руки и рваная одежда, напоминали бедняков из арка. В последние несколько лет таких в столице развелось много. Кто потерял дом, кто твердо прилип к бутылке. Оттого улицы завалены ими. Хоть подобные морды попадались мне чуть ли не каждый день и не в таких количествах, как сейчас. Но привыкнуть к ним, по правде говоря, я так и не сумел. У меня к тебе несколько вопросов касательно того дня, когда ты нашел тело Иви Руц. Морд будто бы проигнорировал мои слова. И будто бы меня здесь и не было, наклонился к траве, продолжив ее полой. К земле! Ближе! К земле! Он не отрывал взгляда от травы, бубняй себе эту фразу под нос. К земле! Прошу прощения. К земле! Мы становимся ближе! Я повернулся к Гарри. С ним все в порядке? Или у него с головой беда? Морд, услышав мои слова, кинул меня ледяным взглядом. Гарри взял меня за руку и отвел на несколько метров назад. Гейтс, послушайте, мы... По крайней мере, я привыкли к Морду, а он привык к нам. Постарайтесь не быть с ним столь резким. Если, конечно, в ваши планы входит что-то у него разузнать. Сказали бы раньше. Честно говоря, я и сам забыл, какой у нас Морд. Чувствительный. И он всегда был таким. Мы сами не знаем. Отец говорил, что пришел он в город уже с приветом. То есть он не здешний? Нет. Где-то на заднем фоне послышались сопения Морда. Ближе, к земле. Но, как видите, он уже освоился. Что? Чапкать траву? Скашивать? Постарайтесь, в общем, не давить на него. К Морду редко заходит кто-то. В особенности, кто-то чужой. Хорошо. Морд, послушай. Мне нужно, чтобы ты ответил на мои вопросы. Он вновь отвлекся от своего занятия. Когда-то нашел тело Иви Рутс. Давно это было? Нашел. Три дня до этого, когда выходил в утро. Здесь, на лугу, где я живу. Да, разговор обещает быть тяжелым. Если вы не против, я подожду вас у кладбища. Валяйте. Ты нашел ее тело здесь? На кладбище? Иви. Бала. Хороший. Да, все вокруг только об этом и говорят. Я облокотелся руками на обросшую плющом каменную плиту. Мне нужно найти тех, кто причинял ей боль. Понимаешь? Это плохие люди. Так будет правильно. Морд поднял голову и уставился на меня. Все та же пустота читалась в его взгляде. Ты ведь поможешь мне? К земле! Но вряд ли он мне что-то расскажет. Он вновь опустил голову и безмятежно продолжил свое любимое занятие. Я стал наблюдать. В местах, где Морд проходился мотыгой, образовывались мелкие рытвины. Словно он копал, а не полол. Он копал так аккуратно, что вряд ли бы смог вырыть глубокую яму. При таком уходе не мудрено, что здесь растет столько сорняков. Но Морд даже не пытался выкорчевывать сорняки или обстричь обвитый плющом забор. Гарри сказал, что Морд пришел в город давно. А давно ли он живет в этой самой хижине? Ведь если с самого начала его поселили здесь, и раз ему так нравится полоть траву, что он даже оторваться от этого не может... Почему же все так запущено? Неожиданно Морд прервал мои размышления. Он тихо шагал. Кто? О ком ты говоришь, Морд? Это было ночью. Плохой человек шагал. Ты его видел? Запомнил, как он выглядел? Морд слышал шаги. Может, ты слышал его голос или что-то еще? Шаги по земле! Шаги! Морд, что еще ты слышал? По земле! Земле! Очень близко! Это бесполезно. Не вижу смысла дальше опрашивать его. Даже если он и скажет мне что-то, я не могу на это полагаться. А войс прямо сейчас скажет, что это я убил Иви. Ладно, тогда я пойду. Удачи тебе, Морд. Морд никак не отреагировал на мои слова, продолжая полоть траву. Мне надо разыскать Гарри. Как быстро вы вернулись? Я думал, что от этого разговора будет хоть какой-то толк. Единственный, кто видел убийцу, затворщик с интеллектом пятилетнего ребенка. Да, не лучшие свидетели для расследования. Так откуда вы говорили, пришел Морд? Мы сами не знаем. Возможно, он бежал из другого округа. Сам он ничего не рассказывал о своем прошлом. Мы пытались, расспрашивали его, но все попытки были бесполезны. На любой вопрос он отвечал лишь одной фразой. Ближе к земле. Да. И что же это означает? Да черт его знает. У меня даже никаких догадок нет. Итак, какой дальше план? Ладно, давай ка Брайанам. Опросить подругу Иви, Эмили. Мне кажется, подруга Иви должна знать о ней больше остальных. Вдобавок, Эмили сказала, что я могу к ней обратиться в случае чего. Трава. Жуки, трава... Что? Базилика. Особняк Абрайана встоял на западной окраине города. За поместьем сразу же начинался... Палевый лес. Это вообще какой? Звуки из которого доносились и сюда. Блять, мне аж стало интересно, какой это лес палевый. Тут картинки какие-то выдают. Типа... Лес, да и лес, как по мне. Видимо, там... Что-то есть особенное в этом лесе. Я хоза. Сори. Я немного тупой. В отличие от остальных поместьй, это утопало в зелени. Повсюду были выстряжены дорожки и посажены кустами. А на балконах и возле входа были высажены клумбы с... Вибурномом. Я не знаю, что это тоже. В двадцати метрах напротив входа стояли два королевских краснолистных клена. Эээ, я знаю, что такое клен! Это место называется Базиликой. Здесь живет Эмили? Да. Вместе со своими тетей и матерью. А где отец? Эдгар Абрайан пропал несколько лет назад. И что же, никто его не нашел? Мой старик тогда организовывал поиски. Они вместе с добровольцами прочесали каждый дом Пайнфорда. Весь палевый лес вплоть до Кипариса. Но все попытки оказались и тщетны. Он словно испарился. Ей было тяжело это принять. А векум? А Бамиле, конечно же. Сначала она потеряла отца, а теперь и подругу. Ваш отец тоже был Лазарем? Да. После его смерти эта должность перешла ко мне по наследству. Должно быть это большая честь. Ах, если бы так. Я постучал в дверь. И за дверью послушались синергичные шаги. Я открою, тетушка. Мистер детектив, Гарри? Неестественно, бледная губа Эмили выпалили приветствие. Гарри слегка вздрогнул. В его взгляде читалось беспокойство. Эмми, неужели? Я... Я не могу поверить в это. Просто не могу поверить. Гарри, я... Так получилось. Кто-нибудь объяснит мне, о чем разговор? Гарри и Эмили будто вспомнили, что рядом с ними посторонний человек. Все в порядке, инспектор. Кхм. М? Вы пришли по поводу Иви? Да. Я хотел бы задать вам несколько вопросов. Конечно, проходите внутрь. В гостиной на Софии сидела женщина с перевязанными глазами. Спит, наверное. Возле нее сидел молодой человек, в руках у него был медицинский саквояж. Я узнал его. Это был Хризалит Грайс. Так вот, куда он ушел. Инспектор, позвольте вам представить. Моя тетя Диана Абрайан. Цири. Стоп, или нет, Цири. Я не помню, каких зовут. Я... По-видимому, не очень шарю. Что с тобой? Обратив на меня внимание, женщина непринужденно встала с Софы в полный рост. Одета она была в простую ситцевую рубашку, а ее белоснежные волосы были заплетены в две большие косы. В пряди были вплетены маленькие желтые и красные перья, напоминающие украшения простолюдинок. Она чё, косплея от индейцев? На предплечьях из-под рубашки виднелись бледные янтарные отметины. Чего? Чё за фигня, между прочим? На самом заметном в ее внешности была повязка, полностью скрывающая глаза. А то есть эти брови, как дороги, никого не смущали? О, между прочим, зырь, как эта фигня светится. Или это индикатор каких-то важных встреч? Что это вообще за фигня? Я не понимаю как-то. Блядь, можно скрыть? Спасибо. Диана повернула голову в мою сторону, и у меня по спине пробежал холодок. Мое воображение нарисовало, как через эту повязку на меня уставила... Уставилась... Пара пустых глазниц. Дэвид Гейтс из арка, какая встреча? Приятно познакомиться, сударыня. И Хризалет Грейс, сын Хорреса Грейса. Хризалет слегка кивнул мне головой. Я ответил ему тем же. К сожалению, как я уже упоминала, моя матушка сейчас в отъезде. Так что от лица хозяйки имени я приветствую вас в базилике. На заднем фоне были слышны тихие переговоры Хризалета и Диана. Мы можем поговорить с вами в другой комнате? Да, конечно, следуйте за мной. Гарри, стоявший все это время за мной, дотронулся до моего локтя. Дэвид, можно вас на пару слов? Конечно. Слушайте, тут такое дело. Вот какое там у него дело, узнаем уже в следующий раз. А на этом сегодня будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok